Вставки сделаны, ставок больше нет, что за бред? Нет, не Мостбет ответ. Хочешь быть сыт, богат и хорошо одет, грамотно используй интернет, ставь на Мостбет. Это крайняя вставка Мостбета. Друзья, все те, кто увлекается ставками на спорт, ссылка ждет вас в описании. Я же говорю им огромное спасибо. Благодаря их рекламной интеграции мы купили новый мощный стабилизатор, про который вы узнаете в следующем выпуске. Ну а мы же сегодня с вами познакомимся с таким автомобилем, как Мерседес С200, полный привод, в АМГ пакете, новенький, с пробегом 11 тысяч километров. Про этот автомобиль мы расскажем первое. Если ты покупаешь этот автомобиль новым, если ты хочешь купить этот автомобиль на вторичном рынке с пробегом до 100 тысяч, естественно, и один владелец. Ну то есть там год, два, три, не более. В общем, 205 кузов сегодня у нас. Давайте обо всем по порядку. Друзья, в нашем случае автомобиль 2017 года выпуска пробег на нем сейчас примерно 12 тысяч километров, даже чуть меньше. Человек купил у официального дилера, сдал в трейд-ин Мазду CX-5, покатался на ней, ну не понравилась ему машина. Она была в предыдущем кузове, взял незначительную сумму в кредит. И таким образом автомобиль ему в ноябре прошлого года обошелся в 2 миллиона 350 тысяч рублей. Вот на сегодняшний день я специально зашел к официальному дилеру Mercedes и говорю, ребят, ну посчитайте мне машину 2018 года, которая еще только будет в ближайшей поставке. Если вы зайдете на официальный сайт, вот такая машина в такой комплектации с полным приводом в АМГ пакете будет стоить примерно 2 миллиона 900 тысяч рублей. Заходя в салон автоматом скидку делают 300 тысяч рублей, то есть мне ее предложили за 2 600 без торга, я ничего не просил. На личный расчет кладешь, машина через 2 недели приедет, будет твоя. Если вы сдаете автомобиль в трейд-ин, ну опять же здесь много подводных камней, за сколько вам ее оценят неизвестно. Скидка дополнительная в 80 тысяч рублей. Если вы берете кредит, и дочка будет, ну парни, здесь страховка жизни, здесь навязанный доп. услуг, в общем все что угодно может быть. Все это индивидуально нужно смотреть. Я не стал прыгать по другим дилерам, но если обойти каждого официального дилера, всем позвонить, я думаю, что этот автомобиль сегодня смело можно забрать за 2,5 миллиона рублей за наличный расчет. Можно и ниже, но нужно стараться, нужно работать. Один интересный момент, когда я сидел там, я говорю, может быть трейд-инчик мне сделать или нет, но если есть машинка, то давайте. Я почему-то им сказал, что у меня две машины, одна это Mazda 6, 15-й год, 115 тысяч пробега, а вторая я назвал Toyota Camry 2,5 литра в максимальной комплектации. И тоже с пробегом 115 тысяч. И знаете, что они сказали? Они пошли оценивать ее, это к слову о ликвидности Camry, ой, она же самая лучшая. Два автомобиля они оценили по одной и той же цене, миллион, миллион пятьдесят крайняя цена. Я запрыгнул на сайты, где продают вторичные автомобили и ценник там примерно одинаковый, миллион двести они торгуются. Но само собой дилер занижает, чтобы соточку, сто пятьдесят заработать. И вот что интересно у нас получается, если вы берете автомобиль в кредит, то автоматически вам вешают каско. На меня каско рассчитали в 170 тысяч рублей, плюс в кредит включают такую услугу, как GAP. Она стоила 38 тысяч рублей, это гарантированная потеря стоимости. Если в первый год автомобиль у меня угоняют, то мне возвращают всю сумму в целостности. Если вы просто покупаете автомобиль за наличные расчеты, захотите сделать каско типа угон Total, ну примерно водителю со стажем 10-20 лет обойдется она по цене 60-80 тысяч рублей. Далее, вы все будете обслуживать автомобиль. Ну как правило, новые Мерседесы все хотят обслуживать где? У официального дилера. Гарантия первые два года, вне зависимости от пробега, идет как бы на все, они так заявляют. И потом еще два года идут на основные узлы агрегата, типа коробка, двигатель, раздатка и так далее. То есть здесь уже нужно будет пободаться, если вдруг что-то сломается. Так вот смотрите, первое техническое обслуживание на 15 тысяч вам обойдется в 25 тысяч рублей. Второе техническое обслуживание 30 тысяч вам обойдется в 27 тысяч рублей. Третье техническое обслуживание 45 тысяч вам обойдется в 35 тысяч рублей. И четвертое, 60 тысяч километров вам обойдется в 70 тысяч рублей. Плюс они сразу сами же отмечают то, что будут рекомендации, как правило они обходятся в 100 тысяч рублей. Эти автомобили на вторичке, как правило, их скидывают с пробегом до 60 тысяч километров Я ни в коем случае не хочу сказать, что это все привязано именно к четвертому ТО Потому что 100 тысяч, никто не хочет оплачивать такие суммы За первые два года он потеряет 1500-100% За три года он потеряет порядка 600-800 тысяч рублей Все опять же зависит от комплектации В основном самые популярные версии идут простенькие задним приводом В нашем случае полный привод, он здесь раскидывается по принципу 55 на задние колеса, 45 на передние Вот таких автомобилей гораздо меньше По Москве и Московской области я видел в прямой продаже порядка 10 автомобилей Естественно, есть объявления, где их предлагают за миллион 580 Торг, пробег 12 тысяч, все это, как обычно, сыр в мышеловке ОСАГО на этот автомобиль обошлось 13 600 рублей Транспортный налог здесь 184 лошадиные силы Он обойдется примерно 10 тысяч рублей Это официально, но, как правило, приходит немного больше, на 2000 Резина у нас идет с технологией Run Flat Изначально многие жалуются, говорят, жестковатая То есть, если вы захотите скинуть, здесь 18 колеса Комплект новых шин, летних, обойдется Вам примерно 40-50 тысяч рублей Рынок большой, все можно найти По сути, что вам нужно знать То, что оптика здесь полностью светодиодная У нас идет AMG пакет То есть, соответственно, спереди, сзади бампер другой Клиренс у автомобиля 150 миллиметров Кто-то говорит то, что это мало По сути, для города это нормально Тем не менее, человек на этом автомобиле ездит на рыбалке И кто-то сейчас скажет Чего на Мерседесе на рыбалке? Ну, он ездит на более такие, знаешь, скажем так Состоятельные, презентабельные рыбалки Где ты можешь приехать, поставить машину на парковке Отправиться на платный пруд В остальном же, рассказывать про внешний вид Говорить то, что вот, у нас здесь сидит узнаваемая решетка радиатора Большая Мерседесовская звезда Я не буду, мы сейчас вам просто покажем автомобиль по кругу А вы уже сами примете решение И скажете, красив он или некрасив Тем не менее, отмечу то, что впереди у нас идет рестайлинг Он уже анонсирован Там немного изменится оптика По сути, автомобиль будет внешне практически точно таким же Но по оптике, как обычно, его можно будет отличить Двухлитровый двигатель на 184 лошадиные силы 300 крутящего момента Естественно, турбина стоит Работает этот двигатель с новой коробкой передачи 9G-троник По сути, про все то же самое мы рассказывали, когда мы снимали E-класс Точно такой же двигатель, точно такая же коробка Точно такая же, по сути, система полного привода Fumatic, Firmatic, кому как больше нравится Какие были проблемы у этого двигателя ранее? Все жаловались на цепь В общем, все они были известны Даже сегодня забить в интернете 274-й мотор Проблемы Статьи вылетают 5-летние, 7-летней давности И везде одно и то же пишут На сегодняшний день, в принципе, все доработано Вот я специально залез в интернет Почитал отзывы владельцев Многие говорят, по форумам лазишь А где еще собирают информацию? Люди пишут, люди владеют машинами Нареканий на мотор пока что нету Ну и в тот же самый момент я вам отмечу Что нереально найти отзыв там 5-7 человек Которые на этих автомобилях откатали более 100-150 тысяч пробега И они могут прям конструктивно расписать о том Что автомобиль надежный или ненадежный Тем не менее, встречаются отзывы недовольных людей У которых вообще, то есть, словно машина попала в китайской сборке Все ломается Постоянно человек даже писал За 12 месяцев, 3 месяца автомобиль провел в сервисе То есть он стоял, все нарекания были на все То он у него не заводился, то он у него глох, то были проблемы с электрикой В общем, косячные экземпляры как везде присутствуют В нашем случае пробег 12 тысяч Естественно, никаких нареканий нету 8 месяцев автомобилю Динамика разгона 7,4 секунды На 50% автомобиль стал из алюминия То есть он стал легче примерно на 100 килограмм По сравнению с предшественником За счет этого прибавка в разгоне составила 0,2 секунды То есть предыдущая версия разгоняется 7,6 Автомобили можно чиповать Будет совсем другая динамика Будет больше крутящий Но многие люди пишут, что если вдруг Вы ищете автомобиль на вторичке И он чипованный Но это вот именно марсоводы Такие фанаты мерседеса пишут Лучше не стоит брать Потому что могут быть большие проблемы А за счет того, что это премиальная марка Вот за счет того, вот этой самой звездочки Цена содержания, соответственно, гораздо выше В подкапотном пространстве пока сказать нечего Покажет время Это знаешь, вот сегодня, 2018 год Можно рассказать про надежность мерседесов Предыдущих, 204-го кузова Про эти пока информации мало И самое главное На автору, на авито, опять же Нет автомобилей, у которых пробег Больше 100 тысяч километров А что такое 100 тысяч километров? Для японца это только обкатка А для мерседеса нынешнего Это уже показатель Те люди, кто покупает эти автомобили В городах с суровым климатом А суровый климат от Камину 45 Вот там с двигателем проблемы могут быть Мы про это рассказывали в обзоре С мерседесом Е-класса, поэтому ссылку на него оставлю в описании Также всем тем, кто присматривается к автомобилю Оставлю отзыв человека, который был недоволен автомобилем У которого там 3 месяца он простоял у дилера Вторичка, 15-й год, 16-й год С пробегом до 50 тысяч Примерная цена 1 800 000 рублей Все зависит от состояния Идем дальше Вот в таких дорогах весь город Мы сейчас находимся в Москве И везде, где можно ощутить жесткость Это либо стыки дорожные Либо трамвайные пути, какая-то яма И так далее В целом же мы катаемся по нормальной дороге Поэтому жаловаться нам на жесткость не приходится Подвеска идет независимая, многорычажная Естественно, можно выбрать комплектацию Где будет идти пневма Подвеска, у нее 5 режимов Но сразу нужно помнить, что пневма на мерседесах И в наших условиях Это расходник Естественно, вам за 3 года наверняка придется поменять А стоит это дело недешево Вот столько места в автомобиле Габариты сейчас вы увидите на экране Е-класс, если не ошибаюсь, больше примерно на 100 мм по длине Я присаживаюсь сам за собой Человек на нем ездит относительно взрослый У него есть жена, детей пока что нету Поэтому сзади здесь никто не сидит Достаточно места Но опять же, если поехать на этом автомобиле куда-то на дальняк Гораздо будет комфортно находиться именно за рулем Либо же на пассажирском сидении А если передвигаться на автомобиле по городу Ну, в принципе, усесться можно Конечно, не вау-эффект В Е-классе сзади поудобнее А в С-классе так и вовсе Но если покупать автомобиль под себя спереди Ну, достойное место У нас идет дополнительные вставочки к дереву Это все отдельный пакет Сами прекрасно понимаете, что мерседес автомобиль как бы дорогой И, соответственно, это наборный автомобиль Все, что вы хотите, будет Только платить дополнительный денег Мы переходим к задней части автомобиля Что делает его узнаваемым И что дает возможность спутать его с тем же самым Е-классом Ну, понятное дело, задние фонари Вот такой багажник 480 литров объем За счет того, что резина у нас идет с технологией RunFlat У нас здесь нет запасного колеса То есть здесь просто идет ниша Которую можно использовать как дополнительный багажник На сиденье у нас можно сложить И у нас получается достаточное количество места Чтобы что-то в машине крупногабаритное можно было провести Автомобиль немецкий, но сборка идет в ЮАР В любом случае, обратите внимание Что вот, что такое премиальная марка Вы вспомните, когда мы снимали, например, Камри Либо же я показывал вам свою Мазду Вот эта полка у них идет вообще, ну, как простыня Здесь же все равно, знаешь Ну, все сделано так, что вот, как бы Я считаю, что сборка должна быть лучше Что вот нет, не должно быть таких вещей Которые люфтят так спокойно ходят Если вот это все убрать Здесь будет, опять же, голый металл В автомобилях, у которых есть хорошая шумоизоляция Здесь все будет затянуто шумкой Но, опять же, в том же самом С-классе И уверенно сейчас скажут Блин, ну ты что, С-шку с С-классом сравниваешь? Нет, ни в коем случае Я в целом просто говорю, что Вот, допустим, 30 тысяч доплатить И вам, конечно, автомобиль зашумит по полной программе У него спрятано крепление То есть это честное 480 литров Если их убрать будет 500, условно Закрывается он у нас кнопки И это тоже идет опционально Обратите внимание на автомобиль вот с этого ракурса Я считаю, что это действительно симпатичный автомобиль К чему-то придраться, сказать, что здесь что-то некрасивое Ну, я, например, не могу Возможно, мне эта марка просто нравится Мне как нравится С-шка, так же мне нравится и Е-класс Ваше мнение вы можете написать в комментариях Для меня прям идеально Мерседес МС-класса был бы либо 43-й, либо 63-й С его выхлопом Это прям вообще пушка-гонка И на этом автомобиле я с удовольствием покатался бы Ну, как минимум, три года Друзья, магия монтажа И как обычно мы оказываемся внутри автомобиля Вот обратите внимание на интерьер Интерьер очень приятный Больше всего, что мне здесь нравится Это то, что идет опциональная отделка деревом Изначально в базовых версиях будет идти вот такого рода черный глянец Который очень легко и быстро царапается И, соответственно, присаживаясь в автомобиль уже через полгода Он будет неважно выглядеть У нас есть камера заднего вида У нас есть раздельный климат-контроль Наш автомобиль может сам парковаться В общем, все самое основное здесь есть Естественно, не забываем о том, что это Мерседес И если у вас дофига денег, можно доукомплектовать его Многие отмечают то, что 9G-троник Фиговая коробка На самом деле, покатавшись с ней, я считаю, что это реально достойная коробка Она особо не чувствуется, это переключение Но если вы будете двигаться в городе, в пробках Вот с первой на вторую, со вторую на первую Характерные рывки есть, как абсолютно на любом автомобиле Реальный расход у данного автомобиля 10,7 литров Вот покажи, пожалуйста, средняя скорость 23 километра Вы должны понимать, что это, в принципе, немного И всем тем, кто с Москвы, я хочу сказать одно Друзья, шоссе энтузиастов Я думаю, вам сразу понятно, в каком стиле и режиме эксплуатируется автомобиль Вот именно по этой дороге человек чаще всего ездит на работу Поэтому машина, по сути, толкается в пробках Если же на нем передвигаться где-то по трассе Реальный расход можно сделать в литров 8 Присаживаясь сюда, чувствуешь себя действительно в дорогом автомобиле Единственное, что мне не нравится и что меня здесь тискивает Это чуть меньше пространства по сравнению с Е-классом Вот я сажусь в автомобиль, немного я чувствую себя скованно Чего бы хотелось? Ну, конечно, хотелось бы более продвинутые мультимедиа В точке зрения самого дисплея Многие всегда смущают эти вот борта То есть они очень большие, кажутся вроде бы старыми Его можно прошить, на нем будет идти и навигация На него можно будет и YouTube выводить Все это сделать можно Эту услугу стоит порядка 40-50 тысяч Автомобиль остается на гарантии Ну, все как обычно То есть можно поставить, будет ставить дополнительный блок Обратите внимание на то, что запуск автомобиля идет с кнопки Но в любом случае, опять же, это идет как доп. опция Руль у нас идет спортивный Говорить здесь больше нечего По интерьеру выводы, как я вам сказал, делает каждый из нас сам Кому-то нравится, кому-то не нравится Мы же отправляемся с вами на тест-драйв Многие начинают жаловаться о том, что, блин, жестковатая машина Хотелось бы помягче Друзья, ну, я не знаю, где вы ездите С каким режимом вы ездите Передвигаясь на этом автомобиле по кругу, по дороге Проехали там несколько стыков Да, блин, достойная подвеска То есть нельзя сказать, что она прям сверх жесткая Хотя, если купить автомобиль с пневмоподвеской Перевести его в спортивный режим Сам лично не ездил, конечно Но смотря обзоры других людей Многие отмечают то, что там жесткость чувствуется В нашем же случае мы катаемся действительно с комфортом Обзорность у автомобиля, в принципе, достаточная Что нравится? Нравится, конечно же, отклик на руль То есть мы заходим, допустим, сейчас даже затяжной поворот Машина реально хорошо стоит на дороге Система полного привода здесь придает своей уверенности Потому что, например, мне бы на полностью заднем приводе Ну, поначалу было бы, наверное, дискомфортно кататься Ранее никогда на них особо так долго сам не ездил Хорошо то, что динамика разгона здесь 7,4 секунды до сотни Всем любителям быстрой езды Ребята, ну, пожалуйста, делайте чипы Автомобиль поедет еще быстрее Все на вашу ответственность И мы едем со скоростью 60 км в час На такой скорости, естественно, шумоизоляция на уровне Единственное, что слышно, это шум колес Как, собственно, в любом автомобиле Шумка, я считаю, то, что на уровне сделано Многие говорят, вот, в Сэшке шумка фиговая, слабая Другие говорят о том, что здесь изумительная шумоизоляция Вот я скажу так, до 100 км реально чувствуется То есть ты едешь, в автомобиле тихо Весь шум, подчеркиваю, идет от колес Опять же, не забываем о том, что резина сама по себе Run Flat, она и шумноватая, и жестковатая Можно поиграть, найти потише Можно сделать дополнительную шумку арк Будет комфортнее Но даже брать, исходя из того, что автомобиль стоковый Вот для города передвигаться комфортно Какой был косяк, который известен именно как заводской брак То есть, когда люди поворачивают руль влево-вправо Шли скрипы И скрипы эти шли напрямую от рычагов Ну, связаны были с рычагами И их меняли по гарантии Переводим в режим спорт Едем по городу Примерная скорость 50 км в газку в пол Вот чувствуется подрыв И именно чувствуется, что изначально автомобиль идет задним приводом Ну, как бы, да, то есть 55 крутящий идет назад И когда мы нажимаем, то есть машина именно срывается Не как вот передний приводный автомобиль А как больше задний приводный Но дилер заявляет, да и вообще производитель Что здесь постоянно полный привод идет Что он неподключаемый То есть всегда у вас работают все четыре колеса К сожалению, сегодня у нас погодка Прям вообще что-то вся поливная стала Погоняться не удается Но могу с уверенностью сказать одно Что цешки для этого предусмотрены Покататься динамично на этом автомобиле Будет одно удовольствие Максимальная скорость у нее 234 км в час Ну и как обычно, все те, кто покупает автомобиль на вторичном рынке Могут купить более мощные версии Но нас всех сдерживает одно Это цена содержания Это более дорогой ремонт Ну и, соответственно, транспортный налог Ведь если купить C63 За один налог, только будет улетать из своего кармана Порядка 80-100 тысяч ежегодно Довольно-таки чуткие тормоза у автомобиля В общем, для города это идеальный вариант И опять же, кто бы купил или кто покупает эти автомобили Ну, в первую очередь, те, у кого есть, в первую очередь, деньги Раз И во вторую очередь, это те, кто мало ездит на автомобиле Вот, к примеру, я С учетом того, что в месяц могу проехать 5000 километров Этот автомобиль себе не купил бы Но, если брать из расчета, что на него гарантия Порядка четырех лет Без ограничения пробега И знать то, что можно приехать И всегда любого дилера выжать, как сок Когда он начнет, он говорит А это не гарантия, а это не относится Все можно отнести к гарантии Главное, иметь настойчивость Взял бы я его Ну, конечно, взял бы машина комфортная То есть, ну, реально нравится То есть, не пытаясь никак, сами видите Не дилерский автомобиль Приехал, вот человек дал попробовать его потестировать Приятный интерьер Приятная посадка Приятное сидение Ну, смотри, большая боковая поддержка Подлокотник Действительно чувствует совсем другой уровень Достойная шумоизоляция Я знаю прекрасно, что многие из нас скажут Что, Мерседес это сегодня не то Мерседес это говно, сыпучее, дорогое Ну, парни, люди покупают Катаются, 3-4, там, 5 лет откатывают Скидывают, покупают себе дальше Мерседесы Поэтому, говорить о том, что вот Японцы праворуковые за 200 тысяч 2003 года лучше взять Ну, можно, конечно Снимем, покажем, что это такое Но, в любом случае, я думаю, каждый из вас Прокатившись на этом автомобиле Был бы впечатлен и захотел бы его приобрести Друзья, самое время делать выводы Ну, автомобиль, естественно, для тех, у кого есть деньги Я предвижу в комментариях Многие напишут Чего? 2 900 за новый автомобиль Перебор, естественный перебор Со всеми возможными скидками На сегодняшний день, у нас июнь 2018 года Эту машину можно забрать за 2 400, 2 500 Это честная цена C200 С АМГ-пакетом Кто покупает эти автомобили? Ну, у кого есть на это деньги И кого не пугаешь, что через 3-4 года Автомобиль потеряет 500, 800, а то и миллион рублей в цене За счет того, что это премиальная марка То и обслуживание здесь тоже стоит денег Вы сами слышали цифры на техническое обслуживание Каска на автомобиль Только по телефону вам будет Ну, до 100 тысяч уложимся Понятное дело, самому на стороне Можно побегать найти Это все индивидуальные условия С точки зрения надежности Если вы покупаете автомобиль Как первый владелец То, естественно, вас особо ничего не коснется Хотя, запрыгнув в интернет Естественно, есть отзывы Где люди говорят о том, что это фиговая машина Были одни сплошные проблемы Но есть и те, кто откатал на них 2-3 года И говорят, ни одной поломки не было Только техническое обслуживание Отмечу, что в этой ситуации Нужно смотреть, сколько человек отъездил Потому что есть люди, которые проехали За 2 года аж 23 тысячи километров И они пишут отзыв о том, что самая надежная машина Проблем ноль Были проблемы с мотором Они сейчас решены Были проблемы раньше с коробкой Но сейчас стоит новая коробка 9G-троник В общем, все, что с этим автомобилем будет Пока же только время Найти достойный обзор человека Который проехал на нем 200 тысяч километров Пока что невозможно Найти этот автомобиль на вторичке Трехгодовалый от 2015 года Именно 205-й кузов Вы можете примерно по цене 1 миллион 800-2 миллиона рублей Опять же, подчеркиваю Называю непосредственно нашу версию Если посмотреть на этот кузов Но с задним приводом То автомобиль будет значительно дешевле И в завершение хочу сказать Друзья, если бы наша экономика И наша зарплата давали возможность Покупать нам такого рода автомобили Каждый из нас с удовольствием бы Пересел на С-ку На Е-ку На паркетники от Мерседеса Либо иных других немцев И не думал бы о том Что что-то какие-то будут проблемы Потому что 3-4 года поездил Скинул его и купил новый автомобиль Но, к сожалению, нам приходится смотреть на вторичку А на вторичке, как правило, пятилетние, семилетние автомобили Которые не совсем надежные В общем, выводы делать только вам Комментарии открыты Высказывайте ваше мнение Мы сегодня постарались Даже ни разу не заикнулся о том, что идет дождь Огромное спасибо владельцу За предоставленные автомобили От него же он передает вам огромный привет Вам, своим родителям, всем своим близким У нас сегодня здесь целое поле чудес Всем привет, всех любят, всех обнимают Позитивный человек Именно таким нужно быть Когда ты едешь на дорогом автомобиле Друзья, подписывайтесь на инстаграм канала Ставьте лайки, ставьте дизлайки Высказывайте ваше мнение И скажите Если бы у вас была возможность Пересесть на новый C-класс Сделали бы вы это или нет Всем до новых встреч Пока-пока